Родник Ворохобин, из которого первый замминистра экологии Московской области пробует воду, начали приводить порядок еще в 2011 году по районной экологической программе. Местный ключ пользуется большой популярностью у жителей. Изюминка Ворохобинского родника – старое сгоревшее дерево. Дуб стараниями местного художника превратили даже в философский символ. А еще почти пять лет назад здесь прочистили сами ключи, насыпали дорогу и обустроили подход. Вы обратите внимание, что укреплены берега, то есть вот что это сделано, да, не просто так. Это было в 2011 год, представляете, сколько лет прошло. Ну, уже пятый год практически. Это все служит, это все работает. Опять-таки, это земля лесного фонда Российской Федерации. Вот эта дорога, она сделана для удовольствия. Как и Ворохобинский родник, источник Глебова тоже в свое время благоустраивали в рамках районной программы. Многие из тех, кто регулярно приезжает или приходит сюда за водой, делают это уже несколько десятилетий подряд. Местные рассказывают, что в воде содержится серебро, что придает ей особую мягкость. Родник всегда был очень востребован населением. Он уникален тем, что на протяжении длительного времени его исследования практически всегда давал хорошее качество воды. Посетила инспекция Гассиманский скит. Местный родник войдет в пилотную программу, которую реализует Минэкология области. В рамках этого проекта в порядок приведут также ключ в Глебова. Еще один источник выберет министр в рамках своего визита в Сергеево-Пасадский район в ближайшее время. Чистая питьевая вода – это главное богатство нашей страны. Подмосковная земля богата родниками. Соответственно, мы начинаем программу обустройства родников. Сергеево-Пасадский район выбран пилотным регионом. Программа связана с тем, что мы ценим наши природные ресурсы. Прежде всего, чистую питьевую воду. Соответственно, считаем, что подмосковная земля очень богата этим природным ресурсом. Родники пользуются заслуженной популярностью у москвичей и гостей Подмосковья. Много людей пользуются и, соответственно, набирают воду домой. И мы хотим, чтобы родник был местом не только набора воды, но и отдыха. Мы бы хотели обустраивать родники за счет внебюджетных источников. У нас есть желающие вкладывать деньги в такое благое дело. Соответственно, мы приветствуем и участие района, если в районе есть предприниматели, которые желают принять в этом участие. При обустройстве родников будет соблюдено единый стиль оформления – деревянное зодчество. Около источников приведут в порядок дороги, организуют удобный подъезд для автомобилистов, установят малые архитектурные формы и лестницы. Работа по благоустройству должна начаться в начале 2016-го и завершиться до весны будущего года. Татьяна Трушкина, Филипс Дорохов, Илья Рещиков. День города.